Здравствуйте! Мы продолжаем спецвыпуск, посвященный выборам депутатов Мажелиса парламента и Маслихатов. В Казахстане явка избирателей к обеду составила чуть более 35%. В выборах, проходящих в соответствии с конституционными сроками, принимают участие 5 из 6 зарегистрированных партий. Это Нуротан, Аул, Адал, Ахжол и Народная партия Казахстана. В Мажелис выдвинуты от 5 партий 312 кандидатов, в том числе Аул – 19, Нуротан – 126, Адал – 16, Ахжол – 38, Народная партия Казахстана – 113. В Маслихаты от партий выдвинуто 832 кандидата, в том числе Аул – 158, Нуротан – 216, Адал – 215, Ахжол – 174, Народная партия Казахстана – 69. В целях обеспечения соблюдения правопорядка и общественной безопасности в стране во время выборов содействовано около 40 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, созданы дополнительные оперативные группы. Об этом выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций, доложил заместитель министра внутренних дел Арстангани Заппаров. Как известно, полицейские не имеют права вмешиваться в избирательный процесс и находиться в помещениях для голосования. Только с разрешения председателей избирательных участков сотрудники правоохранительных органов могут входить на участок для пресечения беспорядков. Пока таких заявлений не поступало. В целом, в настоящее время ситуация в стране и на избирательных участках стабильная. Фактов нарушения общественного порядка не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле органов внутренних дел. депутатов областных, городских и районных маслехатов. Каратальский район выдвинул 34 кандидата. Этот регион отличается многонациональным составом. Здесь проживают представители 43 этносов. Поэтому на будущих депутатах ответственность не только за решения экономических, социально-жилищных, коммунальных или правовых вопросов жителей района, но и дальнейшее сохранение межэтнического согласия и единства. Сегодня здесь, как и по всей стране, одновременно в 7 часов утра начали работу 37 избирательных участков. В эти выборы, кроме требования строгого соблюдения законодательства к работникам избирательных комиссий, предъявляются и строгие требования по соблюдению норм санитарной безопасности. Эти правила разъясняются каждому избирателю, пришедшему на участок. С утра до обеда основную массу составили избиратели среднего и старшего возраста. Они участвуют в выборах не впервые, потому чувствуют особую ответственность. Это наш долг. Это наш Казахстан. Мы здесь живем. Мы сделали свой выбор. Я считаю, что каждый казахстанец должен проявить внимание. От этого зависит наше будущее. Мы голосуем за будущее нашей страны, за наше процветание, чтобы нашим детям, внукам жилось здесь хорошо. И поэтому каждый отдать свой голос должен за ту партию, которую считает своей, и за того кандидата, которого считает, что он сделает много для нашего Казахстана, для нашей страны, для нашей Родины. В этом году немало и тех, кто голосует впервые. В списках их значится 370 человек. Я сделала свой выбор уже. Это было сложно, конечно. Я долго думала, за кого голосовать. Но я же сделала свой выбор. Я считаю, что должен казахстанец даже прийти проголосовать за ту партию, которую он хочет. В целом по району зарегистрировано 29 804 избирателя. 2377 из них голосуют на 522 участке. Он один из самых крупных. Да и сам город Уштубе – это один из крупных райцентров области. Потому власти выделили 4 автобуса для бесплатного подвоза избирателей и членов комиссии, которым предстоит объехать 238 человек, голосующих на дому. Для голосования на дому было подано 238 заявлений. В их числе есть живущие на отдаленных отгонных участках. 44 участка в районе. До вечера задача членов избирательных комиссий – посетить и их. Кроме того, 75 человек голосуют на закрытом участке. Это районная больница. Все работники избирательных участков приступили к работе с 6 часов утра. Подготовили все необходимое к открытию. Но с утра у нас было достаточно холодно, поэтому людей было немного. Но ближе к полудню поток возрос. Гражданскую позицию жители Каратальского района проявляют активно. По мнению наблюдателей, как независимых, так и представляющих каждую партию, нарушений в районе не зафиксировано. Всего по Каратальскому району на эти выборы зарегистрировано 29 804 избирателя. На данный час активность электората составила почти 50%. То есть проголосовали около половины избирателей. Да, спасибо Назголь. Это была информация из Каратальского района. Сейчас у нас на прямом включении из моногорода Текили Евгения Присяжная. Евгения, расскажите, пожалуйста, как проходят выборы у вас. Сколько избирательных участков работает сегодня в городе и соблюдаются ли саннормы? Спасибо, пана. Как известно, сегодня в стране проходят восьмые по счету в истории независимого Казахстана выборы в мажорист парламента и маслихаты. Они проходят по новым правилам, гарантирующим женщинам и молодежи активное участие в политической жизни республики. Здесь, в моногороде Текили, а также в Рудничном сельском округе действует 18 избирательных участков, а в списке кандидатов включены всего 29 человек с соблюдением 30-процентной квоты из числа женщин и молодежи. Также в календарные сроки прошло выдвижение регистрация партийных списков партий Нуратан, Акжол, Аул и Адал по выборам депутатов текилийского городского маслихата. Сегодня одно из самых важных политических событий в жизни каждого казахстанца. Членами избирательных комиссий моногорода Текили и Рудничном сельском округе проделана огромная работа по подготовке к выборам. В этом задействованы 19 избирательных комиссий с количественным составом 123 человека. Все они прошли обучение и онлайн-тестирование, получили соответствующие сертификаты Центральной избирательной комиссии. Из общей численности населения в 33 400 человек в городе Горняков и Рудничном сельском округе 20 410 избирателей. На нашем избирательном участке 1657 избирателей, 10 из которых по состоянию здоровья изъявили желание голосовать на дому. На данный момент уже проголосовало около 120 избирателей. Мы с нетерпением ждем остальных избирателей. На сегодняшний день все участники выборного процесса прошли ПЦР-тестирование. Также приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм в день голосования для избирательных участков. При входе установлены дезинфицирующие тоннели, проводится термометрия. Одним словом, созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый секиллеец мог безопасности для своего здоровья. Несмотря на пандемию, желание проголосовать не останавливает ни молодежь, ни старшее поколение. Многие из них стараются не пропускать ни одних выборов. Я практически как себя помню с самого совершеннолетия. Если не ошиблюсь, лет 50 с копееками, наверное. Это было еще при советском времени. Сейчас считаем одно из крупных мероприятий нынешнего Казахстана, где каждый гражданин просто обязан дать свой голос. Сегодня я впервые в жизни принимаю участие в выборах. Этот день я запомню на всю жизнь. Ведь будущее Казахстана именно за молодежью. Поэтому хочу призвать всех девушек-юношей к голосованию. Тех, кто никогда до сегодняшнего дня не участвовал в выборах, члены избирательной комиссии отметили памятными подарками. Членов всей комиссии. Хотим поздравить ее с такой почетной миссией. Думаем, что она выполнит свой гражданский долг. Она внесет вклад в развитие Казахстана. Сейчас учится и в дальнейшем принесет пользу нашему Казахстану. Поэтому мы тебе желаем от души всех благ. Евгения Присяжина, Ерлана Замбай, Телеканал ЖТСУ, Текили. Спасибо, Евгения, за предоставленную информацию. А мы еще раз напоминаем, что сегодня периодически в течение дня мы будем информировать вас о последних событиях на избирательных участках в районах и городах Алматинской области. Не пропустите следующий эфир в 16.00. Субтитры создавал DimaTorzok